Дети участвуют в добывании знаний. Вот если это обеспечит каждый учитель, чтобы ребенок был заинтересован, то оценки – это только показатель работы учителя. Вот пусть все учителя знают, что это три – это оценка им. Скажите, пожалуйста, ваши ученики занимаются дополнительно вне школы. Хотим мы этого или нет, но рыночные отношения пришли в школу тоже. Какая должна быть новая школа? Альфа – это первая частная школа в Абхазии, да? Да. Почему возникла идея ее создания? Вот эта идея создания школы меня гложила еще тогда, когда я училась в аспирантуре. Я просто видела, это были 90-97 годы, и я видела, как стремительно все меняется в мире даже в то время, и что дети растут другие. Я понимала, что вот люди, которые выиграли войну, да, они хотят иметь тот мир, который они заслужили. И вот этот мир – это счастье и образование детей. То есть вы считали, что советская система образования в чистом виде, какой она была? Она уже не работала, да. Она не работала, я скажу почему. Вот все прелести советского образования, они поддерживались идеологической основой общества. Когда ребенок слышит в аудитории одно, выходит на улицы у него то же самое, и дома живут в этих же ценностях, эффект безусловный. В вашей школе 23 года. То, что вы закладывали в самом начале, вы сумели реализовать, вы смогли привнести новое в абхазскую школу? Вот, вы знаете, мне сложно судить, но судя по тому, какие у нас выпускники, и что они поступили в лучшие вузы России, и в зарубежных вузах учатся, я считаю, что этот проект удался. По большому счету, вот то, что нужно сегодня школе, оно не требует больших вложений. Оно требует только работу над тем, чтобы обеспечить интерактивность, обратную связь. Как вы думаете, почему так привлекательна работа с компьютером? Гемофикация сейчас очень развитое направление, когда обучают по компьютерной игре. Вот есть огромное количество образовательных программ, которые там ты преодолеваешь препятствия, а потому что там сразу дают обратную связь. Дети участвуют в добывании знаний. Вот если это обеспечит каждый учитель, даже так, как мы сейчас находимся, никому мало не покажется. У вас это получается в школе? Ну, я не знаю, я каждый раз ставлю эту задачу, я говорю о деятельностном подходе в школе. Самая главная задача в образовании – это искать инструменты, которые позволят дать обратную связь. Мы живем в другое время, это другой век. Нас вообще нужно спасать от объема информации. Мы должны научить детей отбирать эту информацию. Мы должны научить работать с главными мыслями. Мы должны так конструировать и структурировать урок, чтобы ребенок не сказал, вот что я сегодня здесь делаю. Что мне не нравилось в советской системе образования? Может быть, и углубленные знания получали мы тогда в школе, но отношение к ученику. Это же не секрет, когда педагог мог себе позволить ударить ребенка, наказать, поставить в угол, унизить, неучить, двоечник. И вот разделяли класс. Вот вы хорошие, на линейке показывали, в пример, тем, кто учится, а вот вы плохие, вы не учитесь, вы бездарьи, вы вообще, из вас ничего не выйдет. Все время это клеймо, которое потом, впоследствии, ребенок, может быть, это все могло отразиться, обрастал комплексами и давило на личность, на психоэмоциональное состояние. Да, я совершенно с вами согласна. В советской системе образования сама педагогика, все, что касалось дидактики, учебников и так далее, они просто очень серьезно относились к периодизации, к структуризации урока и так далее. Там есть огромные преимущества, а учебник давал большое количество знаний, ребенок оттуда выходил на много всесторонней развития, чем сегодня. Выходим, ну и там, допустим, вот та же западная система, у них узкая специализация идет, они развивают только один интерес к ребенке. Ну вот, как вы правильно заметили, то есть там получалось так, я учитель, ты ученик, и между ними вот этот стиль сотрудничества, который сегодня очень актуален, да, он отсутствовал. То есть учитель всегда прав, и, как вы говорите, он мог и отдернуть в присутствии всех, и как-то обозвать и так далее, и авторитет учителя там был безусловным. И в плохом смысле этого слова тоже. Вот я считаю, что сегодня продуктивно педагогика, которая делает акцент на сотрудничестве. Мои учителя сопротивляются этому все время, но я вообще за работу без домашних заданий в начальной школе. Я ставлю так задачу. Счастье для ребенка, мне кажется, что дети этого очень хотят. Вы понимаете, в начальной школе ребенок учится. Вот вы, когда отправляете на репетиторство ребенка успех, репетиторство состоит в том, что он на занятии учит, вместе с человеком, который знает, как это сделать. Когда человек специалист, да, вот он может сжать материал так, вот за два раза в неделю мы же даем в репетиторстве результат. При этом дети работают здесь и сейчас. Я хочу, чтобы учитель ввел ребенка, пока он не окрепнет. Если он ему ставит руку, пусть он ему ставит каждый день, но не без него. А при нем и так организовывает и структурирует урок, чтобы ребенку было интересно туда приходить, и он получал то внимание. Ну, это не фантастика, это просто желание разделить детей не больше, чем по 16 человек, да, вот 16, даже 20, это вполне возможно. И перестроить урок так, чтобы внести туда инструменты, которые позволят обеспечить индивидуализацию. Обычно педагоги жалуются, что не успевают уделить внимание каждому ребенку. Ну, в столичных школах чаще всего, где в классе могут быть дети, ну, до 40 человек в одном классе. В вашей школе, я так понимаю, что количество детей меньше. Педагог успевает каждому уделить внимание, и есть ли результат? Если вы спросите моих учителей, у меня не больше 14 детей в классе, они и эти 14 разделят. Я просто говорю о том, что есть технологии, которые позволяют работать с группой в 50 человек. И вот в Сингапуре, кстати, есть такие примеры. У них настолько развита вот система организации взаимообучения, получения обратной связи ученик-ученик. Там ребенок справа по плечу, слева по плечу, ребенок напротив. Они взаимодействуют, передают тетрадки. Там сделано так, но этому надо обучаться. Понимаете? Ну, если мы не можем отказаться от идеи того, что у нас в классе около 40 детей, значит, мы должны привлечь технологии, которые обеспечат им вот этот индивидуальный подход. Значит, на каких-то этапах ребенок должен иметь возможность держать планшет, и сразу у учителя на доске появляется то, что он записал, и он может дать обратную связь. Огромное количество возможностей. Все упирается в деньги и в желания. Но вначале вы сказали, что есть вещи, которые можно сделать без больших финансовых... Без больших финансовых затруднений можно сделать одно. Чтобы ребенок хотел учиться. Приходил в школу с удовольствием. Чтобы он не уставал. Чтобы урок был интерактивный. Чтобы он на каждом этапе. Вот именно он сегодня разговаривал с учителем, несмотря на то, что вокруг него еще 13 человек. То есть так построить урок, чтобы каждый ребенок получал возможность на каждом этапе работать. От кого это зависит? От педагога. От руководителя школы, который может организовать учебный процесс так, чтобы было ребенку интересно. От методики, от модели образования. Чтобы ребенок был заинтересован. Очень многое зависит от учителя. Вот если он глубинно принимает вот эту позицию, о которой я говорю, что учитель сотрудничает с ребенком, он помогает ему добывать знания, он показывает ему кратчайший путь к той задаче, которую он решает. Он работает креативно, он учит его коммуницировать. При себе, а не без себя. Не оставляя его один на один с учебником, который он должен сидеть, там разбирать и так далее. Он, если нужна самостоятельная работа, организуйте ее там и посмотрите, справляется он или нет. Зачем это отправлять домой? По большому счету, все, что мы хотим дать, сводится к одному тезису. И вот этот тезис просто надо раскрутить на уроке. И так подать, и так подать, и так дать возможность поработать с этим материалом. Дать где-то карточки, где-то дать материал наглядный, где-то показать слайд, где-то сыграть в это, где-то дать возможность самостоятельно поработать. А кому-то вообще, может быть, надо подвести к столу учителя, пока остальные работают, чтобы он вот на ушко ей это сказал. У нас дети с разным способом восприятия информации. Кто-то визуал, кто-то аудиал, кто-то киноэстетик. Это надо изучать. Школам надо дать возможность получить информацию о том, с какой личностью они работают. Не надо ломать, надо под нее подстроить учителя. Работа психолога, логопеда просто бездонна в школе. Вот не могу найти... В советское время не было ни психологов, ни логопедов. Вы понимаете, в советское время мы были спокойнее. У нас все было четко. Мне вообще казалось, что день бесконечный. Понимаете, вы видите, в каком ритме мы живем? Вы видите, какой объем информации? Ведь информация – это не знание. Это учитель. И система должна отобрать нужное и достаточное, чтобы ребенок вышел подготовленным в это общество. Как вы проверяете результативность ваших педагогов? Что они дают? Я когда открывала частную школу, я точно знала, что у меня будут показатели обученности с помощью тех УМК, которые я использую. То есть все, что касается каждого предмета, я обеспечиваю с рабочей тетрадью, с контрольно-измерительным материалом. То есть прошли тему, проверили. То же самое мы сделали для абхазской начальной школы. На все темы, которые проходит абхазская начальная школа с 1 по 4 класс на абхазском языке, у нас есть возможность составить тест. Могу показать. То есть у нас есть рабочие тетради, прошли тему, отработали. Не понял, не сделал ребенок, учитель возвращается, или дает конкретно ему задание, или обобщенно выходит на то, чтобы ребенок освоил. Есть вторая страница, на второй странице он делает подобный тест. И пока не отработал, это будет продолжаться. Ну вот так надо чистить. Я сейчас это говорю не потому, что у меня это все идеально работает. Это то, как должно быть. Но первое, что нужно обязательно сделать, это не накапливать с незнаниями. И если мы не уходим от оценок, то оценки – это только показатели работы учителя. Вот пусть все учителя знают, что это 3 – это оценка им. То есть если есть оценочная система, она ориентируется на среднего ученика. А это значит, что тот, кто получил 3, может учиться на 5. И это задание ему посильно. Почему это не происходит? Почему не происходит? Не происходит потому, что… Вот по той причине, по которой… Не потому, что учителя плохие, а по той причине, по которой вот их просто бросили в класс в 40 человек и не вооружили теми инструментами, которые нужны. Например, в деревенских школах… А вот я, кстати… Там меньше. А там что, есть результат? Вот. Очень хорошее – это вот когда вы тогда поставили так вопрос, я подумала, вот 40 и 6, да, эффект один и тот же. Неимоверный труд – просто приходить и работать с детьми. Даже если не получается так, как вот я сейчас говорю. Это действительно нагрузка, это образ жизни. Вы понимаете? Но вы выбрали эту профессию. Но мы выбрали эту профессию. И это должностное преступление – смиряться с тем, что не получается. Либо ты думаешь, как исправить вместе с ребенком, вместе с преподавателем, вместе с системой. И проявляешь инициативу, и становишься активным гражданином, который требует не финансировать образование по остаточному признаку. Нельзя! Мы не будем иметь будущее, если мы не вложим в образование. И вот то, которое у вас было очень хорошее в программе «Человек», вот Лилия Мухаммедшина, она рассказывала, помните, о сингапурской системе образования? Вот там все общество работает на то, чтобы соответствовать тому, что заложено в образовании. То есть мы хотим общества? Давайте мы сделаем пока школу такой. какой мы хотим. И это должны быть самые уважаемые люди в стране учителя. Это должны быть люди, которые высокооплачиваемые, которые не должны думать о быте, которые имеют преимущества и преференции, потому что они стали педагогами. И, конечно, я как педагог высшей школы, я просто мечтаю, чтобы у меня в университет на первый курс поступали люди, которые стобальники. Если ты идешь к педагогам, ты уже должен быть отличником. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я вообще не так с подозрением отношусь к отличникам, потому что не может человек по своей природе везде быть успешен. И мой 23-летний опыт показывает, что там где-то 4, здесь где-то 5, но мы видим, что это яркий ребенок, и мы его все время поддерживаем в этой и так далее. Но я за другое. За то, чтобы именно в начальной школе мы не смирялись с незнанием, мы останавливались бы на том, что волнует ребенка, чтобы исправить эту ситуацию, что ему не хватает и так далее. Работал учитель, где-то сама подготовка, еще репетитор, а еще и мама должна. Ну и давайте вот это вот будем все обслуживать учителя, который не может справиться с элементарными знаниями. Вы хотели бы, чтобы в университет приходили поступать молодые люди, которые имеют хорошее образование, то есть хорошо закончили школу. Но не только это. Мне кажется, они должны любить детей. Это очень важный фактор. Они должны любить детей. Даже если они очень умные, образованные, если у них нет контакта с детьми. Я верю в учителей, которые реально любят детей. Вот если человек любит, и у него есть знания, он все доведет до идеала. К сожалению, не всегда так думаю. Я иногда наблюдаю картину, когда у меня трое детей. Всю свою сознательную жизнь я хожу в школу за детьми. Я часто слышу, как из класса доносится крик учителя, который все время там может сказать, вот не учи, ты опять не выучил. Вообще, однажды я услышала, как педагог сказал, убрась стенка, у ацера хатселотлуха. К сожалению, такое тоже имеет место. Я надеюсь, что это редкие случаи, но боюсь, что не очень редкие случаи. Я думаю, что такой же стиль общения и в семье. Вполне возможно. Я о том говорю, что дети, педагоги, они должны любить детей. Да, знания тоже должны давать. Это такая ненависть, чтобы ты наезжал так на ребенка. Ну вот почему мы должны иметь уставших учителей? Почему им нельзя создать условия, чтобы у них было такое самоуважение? Чтобы они не могли себе это позволить. Вы сейчас оправдываете их. Я их оправдываю. Им тяжело. Мне ее жалко. А в какой профессии очень легко? И, кстати, реакция... Докторам тоже могут быть тяжело, военным могут быть, а журналистам может быть. Но это же не дает мне право с вами говорить во время интервью или хамить вам не дает право. У нас, ну, конечно, надо себя контролировать. Это недопустимо. Я сейчас не оправдываю, я просто объясняю, почему такие всплески возможны. И иногда у детей бывает реакция, что... Ну, могут дети тоже спровоцировать. Все понятно. Хотя педагоги тоже разные. Я вот вам рассказываю об этом и вспоминаю вот у моего Лумана, в младших классах был педагог, который все время говорил «Сыхазынахучка». Она... У меня это словосочетание запомнила. И Луман мне говорил, я не люблю школу, но я пойду ради Тина в Дени. Какой выход мы хотим в образование? Вот прошло 11 лет. Какой у нас... Какая модель выпускника требуется нашему государству? А это зависит от того, какое государство мы строим, какая у нас экономика, какая у нас социальная среда, какие у нас условия для жизни. Мы это должны спроектировать для общества, исходя из этого, выдавать компетенции... Когда мы это должны сделать? Мы уже вчера должны были это сделать. Понимаете? Но никогда не поздно начать. И просто увидеть свое общество через 50 лет. Как это сделал Сингапур. Увидеть свое общество через 5 лет. И до 50, допустим. И поставить задачу на каждом уровне. Вот мы все говорим о государственном языке. А при обыске с аналат, что саро в Брахсина год и шо кто, и шо ха ща сакум шо зырге. Саро из Харистахо. Яхамогяххэхзархудзум. Яхзархудзум. Избанок зыр... Убрюзачида... Убрюзачьида... Убрюзачьида... я куршена лара сигнал колыту обрел урок ай черта шеякшена и гадзаны хамуп аджгези нема дзема ахура я же их пашу ксадзот и сышу ксак ачатс на хатсара сачуп истахоцгиды с бэдзом бзирас иху харахия харху ой вебсапсфэхфиесын ус тилюховшус ргуяна гуд апсфэбзеяна елдыруэд урусшелызей чалия хачыпнаха хартот сарайсэздырзу мизбанок зарабриятермина ганна хэла усура ахура саналагалаге нусыбшидзам яшуб уяшццылара тахуб дуси дуралат чажап харге там заара рахтуд яхзэдзюрюзаге сарайсэзымдару дарайра чоуп ахаса харайик ахтэзэзэху чэ абрия харху разамывой и за муэй и за муэй и за муэй сара абрияра абрия математика петерсон иждырот зыгерадскэй сьио дэйо математику а аурасширджге избанок заруан а учитель актуэй бэд пиапшпэд пиакласс пырджи ито артюй изыщтыхтвэмаре математика сара артюйя хабрата класс дагана акт пиакласса джэдэштны методика ладыхырсна бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ахахара, хучкорзухан, псышулы, ахцехи. Ихал шоал, абас якуйна. Абриасаха кыррт, материал, еху зиге, урок, гейджерпеша. Я пархагам хардребш, абаси, таганые, адзаны, хаму. Ах, проблема с эссыму, сарапсу, хучкоря, школач, смолзи. Лышпа. Яйозыг псуал. Апсшу раздрдзун. Апсшу, абас шоу зымдару зарапсу, шкулзгав. Апсшу, абас шоу зымдару, златферцой, арея юзда. Элементарные вещи, ребенок не знает. Вот к нам приходят, клянусь, все родители, даже родители других национальностей, они говорят, научите нас абхазскому языку. Посадите нас в абхазский сектор. Они говорят мне на русском языке. Я всем родителям передаю привет. Понимаете? Они хотят, потому что они знают, каким тяжело они, не владеющие. У меня есть один класс, который абхазский, в третьем классе. Там получилось так, что пришли дети военных, девочка на дна оказалась среди класса, где все на абхазском языке. Она прекрасно понимает язык. Правда, на абхазском мы ее ведем в группу для невладеющих. Это не абхазская семья имеется в виду? Она не абхазская семья, ребенок военных. Российских военных. Российских военных. У меня классы сейчас, в силу этих знаний, мы ранжируем детей на степень владения языком. Вот, допустим, у меня два класса, я могу собрать три группы абхазского, могу собрать две, могу собрать четыре, если нужно, если у них разный уровень владения. И всем даю им на то, что им не хватает. Вот у нас была средняя группа, которым тяжело было учить математику на абхазском языке, но они знали больше, чем невладеющие. И мы создали им условия, определенные предметы мы даем на абхазском языке, но абхазский они учат как в абхазской школе, а математику они идут учить на русском, потому что их уровень знаний не позволяет брать вот эту терминологию и брать вот эту лексику. Мы к этому не готовы учить новому через язык, который ты плохо знаешь. И когда в процентном соотношении в классе один к тринадцати, вот эта девочка и слышит, и понимает ее успехи в абхазском языке гораздо больше, чем те, которые учатся просто в группе для невладеющих. Вот тварчал, казалось бы, я всегда говорила, язык абхазский тварчал, он особый. А в этом году в абхазский сектор не было ни одного ученика в первом классе. То есть они вынуждены были закрыть. Они не владеют? В некоторых школах вынуждены были закрыть абхазский сектор первый класс, потому что родители абхазской семьи отдали русский сектор. А может быть это не доверие абхазскому сектору, мои золотые? Почему? Вот бывает так, что вот ребенок владеет, но мама принимает решение, она прогнозирует определенное будущее ребенку и так далее. Вот этот синдетивный период, в котором он находится в начальной школе, он должен быть таким же красочным, как и в русской школе, как или в другой европейской школе. Почему я для того, чтобы... Программа абхазского сектора и русского сектора разная? Конечно! Они очень многое теряют в материале. Первый раз про это слышу, потому что мои дети всегда ходят в абхазскую школу. У них другая математика. Это вот сейчас появилось МАРО, исправленное и так далее. А там был уровень арифметики. У нас очень серьезный разрыв по математике. Я сейчас никого не хочу обижать. Это объективно так сложилось. Знания-то по большому счету неважно, они же должны есть, неважно, на каком языке они есть. Самое главное, чтобы ребенок не терял в объеме знания. Понимаете? А в объеме они, конечно, недополучают. Прежде всего недополучают за счет того, что учебники серые, скучные, рабочих тетрадей нет, контрольно-измерительных материалов нет. Понимаете? Они тоже, это тоже для них период неповторимый. Они тоже хотят учиться занимательно, интересно. Но учителю надо в этом помочь. Все, что есть, надо дать ему. И дать выбор. Вот в России, знаете, сейчас есть стандарты. Значит, что ребенок должен сдать в конце четвертого класса? Ну, соответственно, в конце первого, второго, третьего и четвертого. А как ты к этому приходишь, решает учитель. Ему полная свобода. Ему показали конец, сказали, как его будут измерять. И он должен сделать все. Он взял у меня, он взял у другого. Как они вышли на обновление начальной школы? Они всем учителям позволили творить. Создали условия. Они запустили проектную деятельность по отношению к педагогическим коллективам. Чем отличается учебный процесс в государственных школах и в вашей школе? Ну, я бы сказала, что мы все, что даем на русском языке, мы даем как в российской школе. Все, что даем на абхазском языке, мы даем такое же количество часов, как в абхазском секторе. То есть у нас параллельно классы делятся, если они делятся на абхазском. Но мы учитываем стартовые возможности ребенка на всех этапах обучения. Понимаете? И мы даем полную свободу. К четвертому классу наши дети должны иметь возможность учить абхазский язык и литературу по абхазской государственной программе. Те, которые не владеют. Вот наша задача. Инна Барчин очень серьезно помогла. Она 10 моих педагогов проплатила, чтобы они прошли вот эти сингапурские приемы обучения. У нас есть дистанционные повышения квалификации. Я очень серьезно стимулирую малейшее желание педагога работать над собой. Например, если он прошел в этом году какое-то повышение, его час растет на 50 рублей. А вот если он еще и использует какие-то приемы, то он получает еще надбавку. И так далее, и так далее. И за счет этого у человека появляется так. Я могу зарабатывать столько, но работать как все. Но я буду работать над собой. Я же пополняю свой ресурс. Это мои возможности, которые всегда останутся со мной в этой школе или в другой. И я продаю эти возможности за другую цену. Хотим мы этого или нет, но рыночные отношения пришли и в школу тоже. Вот самая главная сегодня проблема – это что не все мотивированы на самоизменения. А очень сложно выходить из зоны комфорта. Скажите, пожалуйста, ваши ученики занимаются дополнительно вне школы? Мои ученики не занимаются, насколько мне известно, по крайней мере, там, где нет специфических проблем. В такой школе, где идет внимание на три языка сразу, где углубленная математика, нет необходимости ребенку создавать условия, при котором он вообще, понимаете, закомплексует. Если он здоровый, необходимости в репетиторстве нет. И если кто-то ходит, и я об этом не знаю, это просто надо прекратить. Это надо мне поставить задачу. Не надо стремиться, чтобы ребенок знал больше, чем нужно в его возрасте. Не надо отнимать у него детство. Но почистить то, что не хватает здесь, для этого у нас есть институт кураторства. Для этого у нас есть малокомплектный класс. Для этого у нас есть учитель, который должен каждый день чистить то, что не получалось у ребенка. Нет необходимости. В конечном итоге начальная школа, вся начальная школа, это самый главный компонент, это база, но она сводится к тому, чтобы привить общеучебные навыки. Это вести себя на уроке, держать ручку, уметь писать и читать, по большому счету. Но что я хотела бы, чтобы модель выпускника и начальной школы, и старшей школы, вот у нас и профилизация, если будет возможность, я об этом скажу, она должна быть в школе, ранняя профилизация и диагностика должна быть. Я хотела бы, чтобы вот те компетенции, о которых говорила Лилия Мухаммедшина с вами, это критическое мышление в таком объеме информации, мы должны отбирать правильно. Вот вы видите, да, сколько мы все обсуждаем, там, тему, которая вот сейчас все общество живет, вот по этой пицунде. Вот надо уметь критически относиться к тому, что ты слышишь, отбирать аргументы и уметь, исходя из этого, делать выводы. Мы должны этому научить в школе. Но на этого не может быть отдельного предмета. Это должен делать каждый учитель на своем уроке. И вот инструменты, они показали нам. Это одно. Нужно научить коммуницировать. Вот вы должны говорить и вас должны услышать так, как вы это запланировали. А не так, как он услышал. Я понимаю, что об образовании можно говорить долго, несколько часов, может быть, даже дней. Но, тем не менее, закругляя сегодняшнее наше с вами интервью, хотела бы услышать ответ на вопрос. Какая должна быть новая школа? Пусть это коммерческая, пусть это государственная. И насколько она необходима? И когда произойдет эта перезагрузка? К сожалению, есть вещь, которая зависит не только от нас. Это зависит от вышестоящих органов. Это зависит от того, насколько во главе угла будет стоять образование. Это надо закладывать в бюджет. Вот мы должны перейти на подушевое финансирование. Вот все, что мы зарабатываем летом, обществом всем, должно отдаваться на образование, на мой взгляд. Понимаете? То есть в бюджете должен быть виден каждый ребенок. В садике, в школе, в вузе. Подушевое финансирование. И тогда все будет хорошо. Во сколько обойдется государству один ученик примерно? Я думаю, что если бы мы хотя бы заложили 35 рублей на ребенка, никому мало бы не показалось. 35 рублей на ребенка в день? В каждой возрастной группе. Нет, 35 тысяч. Тысяч? Вы говорили, просто 35 рублей, я думала. 35 тысяч рублей в год на одного ребенка? В год я так думаю. Но там, вы знаете, вот когда я говорю о подушевом финансировании, эта тема очень хорошо уже поставлена. В России там очень много коэффициентов. Есть определенные формулы. Например, в городской школе там тысяча детей, а в сельской школе 100 человек. И финансирование пропорционально детям – это неправильно. Там есть формула, по которой они получают все с учетом того, что им необходимо. Просто плюс подушевое с учетом того, что это сельская школа или городская школа и так далее. То есть здесь школы никак не ущемляются. У них просто появляются дополнительные ресурсы. Я за эволюцию в системе образования. Мы должны очень постепенно, вы понимаете, разрушить – это легче всего. Опираемся на советскую систему, на то, что умеет учитель, но вооружаем его инструментами. Каждый раз повышение квалификации без отрыва. Она найдет время вечером, если она будет знать, что завтра она получит больше за свою работу. Стимулирование. Вот заложить стимулирование поддержки других форм работы в процессе урока. Вот мы должны перестать друг друга обвинять. Мы должны просто объединить ресурсы, сделать хороший мозговой штурм в каждом направлении. Нам нужно быть готовой к дистанционной форме работы, к смешанному классу. К оснащению нужно отнестись серьезно. Даже я, как частная школа, у меня в школе всего 4 проектора. У меня всего 6 колонок для работы учителя. У меня всего 4 телевизора в классе. Я просто не могу себе позволить. Вот те деньги, которые я запрашиваю, их платят в самой простой частной школе в Москве за такие же услуги. Понимаете? В месяц. А я беру их в год. И чтобы сделать хорошую школу, нужны вложения. Мы стараемся идти в ногу со временем. По крайней мере, я ставлю такие задачи. И если мы вместе сделаем на базе нашей школы, скажем, вот эту тему нам проработаете, вот, например, с комитетом по языковой политике, мы начали работать над дошкольным отделением. Мы поставили задачу обновить все дошкольное отделение, перевести все, что можно на абхазский язык, и создать условия для того, чтобы в школу к нам уже приходили в языковом плане подготовленные дети. Я преклоняюсь перед Тали Джопуа, Ириной Кокоскир. Они говорят о создании абхазской школы. Ну, давайте сделаем одну школу такую, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Ну, создайте людям условия, понимаете, ну, дайте им вот какой-нибудь объект, чтобы они сначала до конца показали модель чистой абхазской школы. Пусть это будет утопия, но эти дети должны быть под контролем государства. Сначала до выхода и до дальнейшей работы. Это все равно будет ресурсом для Абхазии. Это все равно будет ресурсом для наших национально ориентированных интересов. Это будет вот тот костяк 200 детей, понимаете? Это немало для поколения. Вы говорили о том, что не надо у детей отбирать гаджеты, а наоборот, надо научиться ими управлять. Это мнение мне очень близко, потому что, если мы не можем поменять детей, а мы не можем поменять детей, это их век, это их время, тогда нам надо подстроиться под них. Обязательно. Это единственный тезис. Вот вы совершенно правы. Не надо никого ломать. Но нужно увидеть сильные стороны каждого и, зная его психофизические возможности, вот я говорила, аудио, визуал, кинестетик. Потом мы еще изучаем темперамент. Я просто хочу, чтобы вот это все нужно, вот этим вооружиться. И там тоже они предлагают определенные формы взаимодействия и создать просто теплую атмосферу, при котором дети здесь и сейчас учатся. Здесь и сейчас идет их жизнь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok